всем доброе утро хочу показать Егора пенал мы ему вчера с Верой поточили все карандаши что у него остались от набора и сегодня утром пришла его будить и вот из этих карандашей все опять вытащена и всю популу раскидываю все эти стерженьки я пришла у него портфель просто проверить все ли он вот еще один грифи уже в пенале в общем я не знаю зачем он это делает сам он тоже никак не объясняет он просто молчит даже не мычит в ответ просто молчит в общем ведет себя очень странно вот выламывают эти стержни я сначала думала он их грызет потому что но я слышала от неких родителей что грызут стержни от карандашей нет я периодически их собираю по полу очень большом количестве образцов опять окно вчера я его так сполоснула помыла и она опять заляпанная все не знаю в отрыв пошел видно вот и снежки снежка у нас вчера уже так не сделала математику в общем она не понимает я и вчера этого чаще не одетые а ой давайте побыстрее рыжих развлекает я и вчера объяснял объяснял переведу на конфеты она мне все решает ягну то же самое только с шариками запиши и все и ступор в общем не знаю мы идем с невыученными уроками по математике я конечно учитель предупредил попробую я еще и выходные объяснить она не понимает реально и вот до нее никак не достучаться то ли вот день такой был в общем вчера мне дали жару оба сначала она отказалась делать уроки спать легла потом наверно вперед будет выложена или в это видео я вложу не знаю еще когда потому что у нас много отснятого материала я периодически пересматриваю склеиваю выкладываю сергей витальевич у меня вчера не выдержал тоже снежала заснял так что у нас сергей витальевич тоже теперь блогер да ладно пойду я горки карандаши точить на снежу не буду на в колготочках вась поздоровайся скажи всем привет всем привет всем привет мы со снежкой поликлинику к зубному снеж поздоровайся помаши ручкой сейчас я на шаг отойду снеж пока нет и стой на месте я отойду покажу как выглядит у нее комбинезон когда он со штанишками вот эта курточка она очень красиво смотрится вот такая красота а в школу она ходит с черными штанишками эта курточка из каменья зона она уже так красиво не выглядит и это я знаете что это я оправдываюсь потому что мне опять прилетел хороший комментарий что у меня снежа одета как оборвыш вот ну что я хочу сказать у меня все дети одеты как оборвыши особенно дома мы вообще не заморачиваемся по поводу одежды на люди мы конечно прилично надеваемся всегда все чистое за этим я слежу не всегда новые тем более что вот у егора у него почти весь гардероб это нам друзья дарят у них ребенок старший егора на три или четыре года и в общем что у него остается вот такое они нам это дарят я очень благодарна за это очень хороший пункт моей экономии вещички красивые и горка у меня хорошо одет вот ну девчонкам конечно все покупаю раньше все покупала одинаковые сейчас стараюсь немножечко разнообразить но не всегда получается потому что обиды хочется им и то и все один раз я им предложила давайте по очереди нет не согласились по очереди вот у нас такие балаболки тут да здравствуйте кинешь поворачивайся гуляет в огороде в общем вот про одежду сказала у нас хорошие и с другой стороны не очень хорошая новость до 25 числа дети будут дома закрыли закрыли их класс на карантин в общем маме радость целыми днями будет проводить со своими любимыми детьми да снежок а снежок да да еще у нас опять пурга начинается и школу я их вела еще не было снега сейчас вот пока мы обедали опять начинает вьюжить потихонечку вечером думаю опять разойдется в общем все рука у меня замерзла что там больница может быть включимся но кабинете я конечно снимать не буду мы уже на обратной дороге дорогах до поликлиники и обратно у нас занимает гораздо больше времени чем само посещение доктора снежа со мной ей поставили временную пломбочку лекарства поставили и пломбу в четверг нам еще явиться нужно будет снеж понравилась у доктора я еще хочу немножечко поснимать вот эту улицу по которой мы ходим дома здесь дома тоже в перемешку и обычные и уже полу разрушившиеся и большие но это не очень большой это так похоже на наш но есть и крупные большие дома дорогие не знаю насколько насколько мне позволит рука потому что ветер холодный посты нет а я не люблю перчатки варежки в общем дети я заставляю это все девать а сама не люблю здесь дорожка сейчас приятные не грязные и не скользкая как в одном нашем ролике они сниже было скользко и промокли мы до домой пришли но слава богу никто не заболел падали да ладно я вас держала за руки что вы падали вот кто впереди нашел там детки падали девочка одна прям в лужу и школу дальше пошла не знаю как она на руках то было вера у меня до упал так вернулась домой мой рукой домик еще разочек включу здесь такие простые дома вот у этого дома у них вообще труба выведена в окошко и сажей закоптила весь вот этот вот верх над окном ну то что под крышей так чем люди живут по-разному кто-то отстраивает как мы тоже в ипотеку брали свой дом и немножечко его надстроили чтобы нам побольше места было тоже был обычный дом отстраивает мы когда ездили сейчас закрываю пальцы простите мы когда ездили в крым мы смотрели как там строится в общем я в шоке дело в том что у нас очень сложно это все нужно разрешение в архитектуре получить а там как хотят так и так и тяп-ляп в общем кому как фантазии позволит про разрешение даже не суть мы со снежи забежали в пятерочку чуть-чуть прикупились что смогла в руках унести потому что тяжеловато я своей спиной стараюсь уже сейчас не носить много тяжелого так вот дольки мы лимонные взяли семечки там по акции что-то уж слишком дешево за 50 рублей пакетик 250 грамм будем гонять взаимок как миша говорит вечером когда дети все спят вам чего делаешь взаимок гоняешь ну ну давай давай они считают что это утопия в общем что мы все утописты в каком-то в какой-то мере он прав конечно это утопия нужно искать своих нарабатывать своих зрителей но когда еще не наработаются чудо йогурт тут мы взяли яблочки такие сейчас я ценно скажу вот такие йогурты еще вот белый йогурт верховья донесима такой десерт завтра на суббота соберу то что по вкусняшек это по четыре штуки вера у нас еще пока к детям относятся большие йогурты это миши казинаки тоже кому вкусняшки тоже четыре штуки миша все обижается я я тоже деть йогурты дети уже большой не ворцы я еще в этот ролик вставлю мы сняли цены в адмирале на огурцы в общем по цене мяса они там уже здесь еще терпимо по моему 174 179 рублей за килограмм а в адмирале вот в конце этого ролика вставлю какие там цены тоже мы очень удивились вот так что я хотела по ценам пробежаться час очки одену снежа там наверху хвастается своей пломбой так что у нас значит мармеладной дольки в пятерочке я округлю 55 рублей без копейки 55 рублей мусс воздушный это нам донесима вот этот вот он 30 рублей чудо йогурт 43 рубля так казинаки 1140 верховье вот этот вот пил йогурт с клубничкой который он 25 рублей ну степана надо 50 рублей огурцы нам обошлись тут 365 грамм на 6590 мы стали выходить я когда запаковывалась там на столике меня снежа спрашивает а что это за весы игра это контрольные весы а зачем они я достала яблоки достал огурцы игру вот нужно проверить правильно нам на кассе здесь или нет мы проверили в общем к чести продавца все нам взвесили правильно огурцы среднеплодные 365 грамм яблоки грэнни смит стоят 100 рублей за килограмм у нас кило 560 но это нам конечно вот на один раз полник вот эти яблочки все по яблочку съедят и все но сегодня у нас пятница мы три раза в неделю ездим за продуктами поэтому детей отвезем секцию и съездим за продуктами так что ты еще хотела такое сказать я уже не помню в общем про то что нет у нас съемок магазине мы живем в маленьком городе совсем маленьком люди у нас нервные многие продавцы не любят когда в магазинах ведутся какие-то съемки или что-то а заходите спрашивать а можно мы вас поснимаем или что-то ну нет пока не требуется у нас и так много есть о чем поснимать и без магазинов но в принципе то как бы они не имеют право препятствовать съемки потому что покупатель имеет право знать и получать информацию в любой доступной для него форме в том числе и видеосъемки вот это закреплено в правилах то есть я могу снимать на видеокамеру все что есть магазине это ну то что доступно покупателям да то что с ценниками то что на витринах это все публика это все публичное в общем имеем право снимать это для тех кто говорит что нам магазинах запрещают нам еще никто не запрещал просто я не хочу лишний раз раздражать людей действительно это раздражает их я это вижу и мы так наверное не сладко приходится зарплаты низкие и люди нервные скоро у нас наверное полдник будет будем готовиться к полднику и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...